Дайджест недвижимости В квартале улиц Карла Маркса профсоюзная Володарского-Советская железно возведет два дома, рассказывает гендиректор компании Юрий Захаров. По словам Юрия Захарова, помимо дошкольного учреждения, в квартале появятся общественные и игровые зоны, подземный паркинг, а также магазины. Фирма «Маяковская», которая уже начала работы на территории Крина, ранее сообщила о том, что в одном из жилых домов появится детсад на 50 мест. Совместная работа над проектом может стать положительным примером сотрудничества застройщиков на благо города, полагает директор «Маяковской» Дмитрий Сергеев. Сейчас есть совместные вопросы, которые нам нужно будет вдвоем решать. Вопросы по ресурсам, кабельные линии, водопроводка, канализация, либлевая канализация, теплоснабжение. То есть сейчас вот эта стадия проработки. Требования по обеспечению инфраструктуры, они тоже, я думаю, должны измениться. Либо будет увеличенное количество мест в детском садике, либо будет еще один детский садик. Если все получится, то это будет положительный момент, как несколько застройщиков могут одновременно работать и развивать территорию. Напомню, «Маяковская» планирует возвести в квартале завода «Крин-3» девятиэтажных дома. Замена изношенных лифтов станет одним из приоритетных видов работ при капитальном ремонте. Соответствующие поправки в региональный закон о капремонте приняли накануне в ЗАГС Собрании. Изменения также сокращают срок перехода со счета регионального оператора на отдельный спецсчет жилого дома. Кроме того, отныне минимальный размер фондов, которые формируются на спецсчетах, устанавливается как доля от оценочной стоимости всего капремонта многоквартирного дома, уточняет Айкиров.ру. Дайджест недвижимости. В Кирово-Чепецке перед судом предстанет экс-директор управляющей компании. Его обвиняют в причинении ущерба ресурсоснабжающим организациям. По версии следствия, в течение 2015-2016 годов бывший директор не перечислил кировской теплоснабжающей компании и водоканалу более 5 миллионов рублей, которые поступили от граждан в счет оплаты за коммунальные услуги. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.